Вот, не думал, не гадал, но сериал оказался говном. Доброго времени суток, мои маленькие любители, бокалы потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня я хочу вам рассказать про сериал, который стал говном, а это именно свой дед. Ну, я, собственно говоря, сказал, а теперь переходим к королю и шуту. Под прошлым видосом вы набрали больше 50 лайков, поэтому я решил щедро сделать видео про целых две серии, а именно четвертую и пятую. Ну, четвертую уже многие посмотрели, пятую тоже посмотрели, но давайте немножко разберемся, что мы в этих сериях увидели. Но прежде чем мы начнем, как всегда, просим вас подписаться на наш канал, проставить все лайки, рассказать об этом видео друзьям, знакомым, подругам, кошкам, собакам и прочим. Также пройти по всем ссылочкам в описании, заценить наш Twitch, заценить наш Telegram, обязательно подписаться на Boosty, везде подписываемся и, главное, записываемся на занятия. А мы поехали. И, как всегда, в свой разбор я хочу начать с отработки претензий. Но претензии в этот раз будут не к сериалу, а именно ко мне. А именно, ну, короче, читаю я ваши комментарии. И начнем мы с не претензий, но именно с главной мысли, которую надо запомнить, когда мы смотрим сериал. Сериал на общего зрителя рассчитан, а не строго на панков. Это надо понимать, нужно познакомить и затянуть каждого. Вообще правильно, да? А Сектор Газа будет не сериал, а именно фильм. Ну, вы же лучше меня знаете, правильно? Шут и должен переигрывать. На то он и шут, чтобы в гротескном образе выставлять юмор. Тем более он антагонит злой юмор. Он смеется не потому, что смешно, а потому, что будет рад, что произойдет нечто плохое. Также специально переигрывал Абдулов, игравший Фаготова в Мастера Маргарита, так как его персонаж по книге должен был кривляться. И могу еще привести в пример конферансье из клипа «В руках Великого» группы Пикник. Блин, не знаю, как это произнести правильно, но ладно. Это все специальное гротесное переигрывание. Актеры специально так играют. Другое дело, это может просто лично не понравиться, как автору видео. Тогда это другое дело, и зря этот распинался. Вообще, да, просто мне лично не понравилось. Именно про первую серию запомните. Я всегда говорю про первую серию. В первой серии мне шут не понравился. В дальнейшем все более чем круто. Шут в самый раз играет. Не бузи, брат, не бузю. По твоему мнению, фильм, основанный на реальных событиях, снимается про то, как кто-то ест и серит, а еще писит? Нет, на самом деле, я не говорил, что фильм, основанный на реальных событиях, должен быть про это. Я говорил, что хотите, если вы хотите более подробное что-то и более схожее с реальными событиями, то есть вот именно, чтобы показывали даже эти реальные события, вы смотрите лучше документал. И у меня мысль заключалась там в том, что это художественное произведение. Вот и все. Срать не обязательно, есть тоже. Все прекрасно, не надо ля-ля, просто про тебя не снимают, вот и подгорает. Блин, обидно было. В первой две серии персонаж Горшка нравился, потом в третьей его интерес к Анфисе все испортил. Для меня персонаж Анфисы мерзкий и чересчур пошлый. Получается низкий стандарт и у Горшка, раз он сделал такой выбор. И мерзким стал уже Горшок. Да нет, ребят, ну не в том суть. Просто ввиду своей вот этой вот панковатости, получается, что персонаж Горшка, он просто выбрал самый легкий вариант для себя. Вот и поэтому вот и была у него Анфиса, так сказать, которую поддерживал в его вот этих вот пакостных привычках. Это вот наркомания, алкоголизм каком-то. Но в противовес этому я расскажу сегодня, что было в пятой серии. Итак, начинаем мы с четвертой серии. Она начинается с того, что с Горшка кидают в наркологическую клинику. И, собственно, там к нему относятся, естественно, как к наркоману, а не как к звезде. Но потом приходят пацаны из группы, показывают запись сотруднику. Кто он там, то ли санитар, то ли хер его знает. Он показывает целый акустический альбом. Ему так нравится король и шут, что он слушает даже те песни, которые в акустическом альбоме нет. Вот это да. И, собственно, он проникает с Горшком и задает ему, ну, начинает задушевный разговор. Он задает ему вопрос, зачем ты вот это вот все делаешь. Ну, Горшок, как и наркоман, говоришь, он не нарк. А в этот раз Шут показал себя с более хорошей стороны. Он показал себя реально внутренним демоном. То есть, сами посудите. Опять же, возвращаясь к первой серии, дайте побузим на Шута. В первой серии внутренний демон какого-то хера пытается подружиться со своей жертвой. Ну, реально, он такой, эй, Горшок, давай пачку. Оно просто вот это вот все, оно с образом какой-то вот такой вот темной мрачной силы, с которой будет главный герой бороться, оно не вяжется. Потому что его надо бояться, этого внутреннего демона. Вот, и, собственно, в дальнейшем, уже в четвертой серии, там в той же самой, вот в последующих сериях, он именно начинает немножко пугать. И вот это вот здорово. Вот такие вот эмоции он и должен вызывать, я считаю. Да, он кривляется, ну, потому что он Шута, это нормально. Это нормальная тема, но именно вот эти вот кривляния в плане того, что вот он такой с ним подружиться пытался в первой серии. Ну, далее, четвертая серия нам показывает целый экзистенциальный кризис, поскольку Анфиса звонит Горшку и рассказывает про то, что у нее спит. А значит, у Горшка тоже. Горшок, естественно, проходит тест. Тест отрицательный, но ему говорят, если не веришь, можешь еще раз пройти. И пока он ждет результатов, у него начинается настоящая экзистенциалка. Как она проявляется? То есть, обратите внимание, потому что, начиная с первой серии, персонаж, я именно говорю про персонажа. Персонаж Михаила Горшенева, он как-то к смерти относился так романтизированно. То есть, ну, умру, умру, я должен такой умереть, там, говорит. Я должен умереть, иначе я там скачусь по псу, иначе там, иначе я буду делать говно, иначе там я что-нибудь продам, все это вот. Но, как только появляется вот этот вот звоночек, вот этот вот, что-то стучится в дверь такое, у него начинается, ну, скажем так, вот, тихая такая паника. То есть, он не знает, что ему ожидать от такой участи, что это из себя будет представлять. Поэтому он как бы, ну, и идет там на кладбище, примеряет себе могилу, так сказать, и упарывается там, пробует упороться насмерть, его откачивают. Ну, как откачивать, просто бычок об руку тушит и приводит чувство. Ну, еще и разговор у них сняли, вот этот экзистенциальный какой-то получился. В итоге все заканчивается хорошо. Амфиса его обманула, что и следовало было ждать именно от персонажа. Про человека я не могу сказать плохо, да и хорошо тоже. Я вообще никак про него не могу сказать, я его лично не знал. Но персонаж, мы помним по предыдущему видосу, получился не очень. Фэнтезийная часть в этой серии сходу же ссылается на песню «Медведь». Ну, почти сходу. Горшок встречает некого его индивида, который предлагает помочь ему спасти князя, но с условием, что тот его убьет. И в дальнейшем я не буду спойлерить, по сути, вы сами посмотрите. Это, как всегда, прикольно и интересно и на уровне. И на этой вот самой нотке мы переходим к пятой серии. Пятая серия, она сама по себе, по настроению, она какая-то более позитивная получилась. Во-первых, мы видим один из моих любимейших концертов, это «Мертвый анархист». Не песню, а именно, ну, концерт, походу, «Мертвый анархист» имитирован был. Мы видим знакомство Михаила Горшенева с Женей из «Папиных дочек». Правда, она покорошила представляние? Но, тем не менее, футболистка из нашего любимого с вами аниме в данной серии играет Ольгу. Это будущая вторая жена Горшка. Ой, извините, проспойлерил. Серия светлее, потому что, ну, чисто контраст. Вот вы обратите внимание, даже Анфиса как бы предстает в темном во всем. Ольга же предстает к нам в светлом таком. И что самое интересное, проблемы с наркотиками никуда не деваются. Горшенев чуть не теряет Ольгу из-за вот такой своей вот жажды впороться чем-нибудь. И его похищают. Кстати, про лорность вот этого момента. В книге у Балу указано, что Горшка как-то оборотни в погонах похитили. Но они его похитили не потому, что хотели повесить на него то, что вот он наркотиками торгует, а просто потому, что он нарк и потому, что они могли ему это все подкинуть. И они требовали деньги. И, собственно, там через одноклассника какого-то они вышли вот на этих вот оборотни в погонах и отбили, по сути, оригинального Горшка. В сериале же тут совсем справился батя. В дальнейшем, может быть, у кого-то будет претензия, но любовная линия Горшка и Ольги как-то быстро развивается. И развивается она на такой негативной ноте, потому что Ольга приезжает, когда Горшку плохо, когда у него ломка. И она его, собственно говоря, успокаивает. И приезжает она по просьбе родителей Горшенева самого. Она с ним проводит какое-то время. Они очень быстро налаживают контакт, потому что Горшок в нее влюбился. Она тоже к нему хорошо начала относиться. И вот в комментариях там где-то было, типа, видел промо из четвертой серии, там Ольга обещала защитить Горшка. Это было не в четвертой, это было в пятой серии. Все заканчивается тем, что Ольга с Горшком решают поехать на Кипр. Что касаемо фэнтезийной части. В фэнтезийной части я до последнего не понимал, на какую песню это отсылка все. Ну, так, естественно, Горшок в фэнтезийной встречает фэнтезийную Ольгу, у которой умер муж. А муж, видимо, был Горшок оригинальный в гриме Тодда, потому что там его портрет висел. И под конец мы видим, на что это. Отсылка была все, вот вся эта вот миниатюра фэнтезийная. Но я вам не скажу, вы сами напишите в комментариях, на какую песню отсылочка. Вот, в целом, да, получилось потненько. Поэтому с вас 100 лайков и будет следующий видос. Повышаем ставки, ребят. Но сериал движется как бы в таком нормальном, уверенном направлении. И да, можно докапываться постоянно и бесконечно, что там какие-то моменты нелорные, какие-то что-то там в группе не было, в биографии не было. Как сказал сам Андрей Князев, этот сериал показывает либо то, что было с группой, либо то, что могло бы быть с группой. В любом случае, все направлено на то, что это, опять же, художественное произведение. Ну, не знаю, мне пока нравится. В общем, а, кстати, как вам сериал? Пожалуйста, поделитесь в комментариях. Особенно про четвертую, пятую серию. Давайте, в общем, это все обсудим. Буду рад почитать ваши комментарии. И в следующем видео обязательно на самые какие-то, может, негативные, на самые, может, какие-нибудь позитивные я отвечу. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, делитесь им с друзьями, везде его пихайте, переходите на Twitch, на Boosty, на Telegram, записывайтесь на занятия и всего вам доброго!